Олег Пензин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, присоединяется к нашей беседе. С ним мы обсудим эту тему очередных санкций, которые вводит официальный Лондон. Олег, приветствуем вас в эфире. Здравствуйте. Вечер добрый. Здравствуйте. Рады видеть, Олег. Ну, вопрос, знаете, к вам такой, ну, общий в целом, да? Помогите нам разобраться с тем, насколько таким болезненным является вот этот очередной санкционный удар, да? Поскольку мы сейчас говорим о, знаете, вот тут так озаглавили, да, крупные, но действительно немало, как мы понимаем, да, судов будет поддано вот этим ограничениям, которые Кремль использует в качестве своих таких обводных путей и дальше торгуя энергоресурсами. Давайте я сначала начну несколько с другого. Вообще, зачем нужен этот теневой флот? В действительности Российская Федерация торгует нефтью активно, с целым рядом стран. Речь идет о Индии, о Китае. 80% российской нефти продается в этих две страны. Немножко забирает Турция. Но России никто не запрещал на сегодняшний момент торговать нефтью. То есть Россия может торговать нефтью для того, чтобы не нарушить баланс мирового предложения по нефти, но только в рамках прайскепа. То есть в рамках максимальной цены, выше которой ей торговать нельзя. Хочу напомнить, что на сегодняшний момент максимальная цена российской нефти, которую он легально может торговать на мировых рынках, это 60 долларов за баррель. Сегодняшняя цена нефти, естественно, выше. И у России появляется стимул продать часть своей нефти в обход санкционных ограничений дороже, чем 60 долларов за баррель. Вот именно для этой части российской нефти, которая продается на мировом рынке, для потребителей по ценам, которые близки к рыночным и которые выше, чем прайскеп, нужен этот теневой флот. На сегодняшний момент, это очень важно, нужно обязательно об этом сказать, ответственность за контроль о соблюдении прайскепа возложена на страховые компании. То есть на сегодняшний момент ни одна страховая компания, европейская, не застрахует груз российской нефти, если в основных документах будет стоять цена выше 60 долларов за баррель. Почему весь этот теневой флот, который везет нефть дороже, страхуется в российских страховых компаниях? Поэтому, если мы оцениваем результаты санкционных ограничений Великобритании, то главное я бы выделил со всего этого пакета, кроме санкций против конкретных танкеров, вводятся санкции против российских страховых компаний, которые страхуют эти грузы. Просто нужно понимать значение страховой компании для мировых перевозок морских. В действительности на сегодняшний момент и груз, и грузоотправитель, и собственник корабля, и команда в принципе не могут выйти с порта, если они не застрахованы. Причем самое интересное в этой ситуации, что страховка распространяется, особенно когда мы говорим о нефтяных танкерах, и на случаи, которые могут повлечь за собою разлив нефти и экологические катастрофы. Вот тогда страховая компания вступает в действие и за счет средств страхового фонда возмещает затраты, связанные с очисткой ввод от разлившихся нефтепродуктов. Почему, когда мы смотрели с вами только что сюжет, одним из очень серьезных проблем, связанных с теневым российским флотом, было то, что теневой российский флот в силу страхования, не соответствующего потребностям страхования в российских компаниях, страховых в случае любой катастрофы, по сути, возлагает все затраты на очистку вод, на те страны в экономической зоне ответственности этот корабль потерпел крушение. Страховые компании не будут возмещать затраты, связанные с очисткой вод. В действительности, почему это важно? Потому что это сумасшедшие объемы. Если помните аналогичные катастрофы, связанные с разливом крупных партий нефти и нефтепродуктов, стоят в реальной действительности миллиарды долларов для выполнения очистки. Поэтому, когда мы говорим о наложении санкций, важно еще раз говорю для Британии не только непосредственно санкционировать какие-то танкера, но и страховые российские компании, которые мгновенно теряют возможность перестрахования. Ведь сама страховая компания, которая страхует те или иные корабельные перевозки, морские перевозки, она своим страховым фондом точно не покроет все убытки. Они, как правило, перестраховывают риски у крупных страховщиков, которыми являются европейские компании. Так вот, для того, чтобы это не происходило, санкционные ограничения накладываются на страховые компании. И это принципиальный момент. Вот таким образом существует ужесточение контроля за соблюдением Российской Федерации и прайс-кэпа по продаже нефти. Олег Владимирович, дело в том, что вот что мне непонятно. Смотрите, это делает Великобритания, но этого не делает ЕС и вообще страны Европейского Союза. Вы неправы. 15-й пакет, в 15-м пакете есть четко зеркальные санкции, которые собирается ввести Европейский Союз в соответствии с тем. Вот ключевой момент, собирается. А что в это время происходит? Смотрите, в тот день, 17 ноября, когда был один из очередных самых больших обстрелов Российской Федерации Украины, разными ракетами, шахедами и так далее, в этот день приспокойно в Румынию, которая является, напомню, членом ЕС и НАТО, пришел танкер Алтай из Новороссийской Федерации. Это теневой флот практически, да. И получается, что все равно через Румынию, куда дальше эта нефть, скажем так, льется этого теневого флота. И фактически цены-то не придерживаются, как вы также напомнили, тех, которые были санкционно выставлены. Почему так происходит? И есть ли вероятность того, что когда этот 15-й пакет войдет в силу, этого уже не будет происходить. Вот там Румыния или другие страны Европейского Союза не будут принимать эти... танкеры? Ну, во-первых, я хочу напомнить, что в Румынии есть крупные нефтеперерабатывающие заводы, которые принадлежат к Луковне. И вполне возможно, эта нефть приехала для дальнейшей переработки на румынских предприятиях, которые впоследствии будут производить европейские нефтепродукты. Это первый момент. Второй. Да, вы абсолютно правы, Европа только собирается вводить в 15-м пакете санкций подобные ограничения. Ну, к сожалению, так, собственно, выстраиваются все санкционные пакеты, которые сложно вводятся, долго анализируются. По ним проводятся соответствующие аналитические действия, связанные с контролем исполнения станций. Потом создаются органы, которые контролируют исполнение санкционных ограничений и их обход. И тогда европейцы формируют новый пакет санкционный, где учтены пути обхода. К сожалению, все это делается очень долго. Вы абсолютно правы. И, собственно, как бы европейская бюрократия, европейский порядок на сегодняшний момент предполагает длительное обсуждение подобных вещей. Тем более, когда мы с вами говорим о 15-м пакете, нужно понимать, что за 2024 год было принято всего два пакета. И не факт, что 15-й пакет будет принят до конца этого года. Скорее всего, 15-й пакет будет приурочен к 24-му февраля и будет ознавиноваться в бою третью годовщину войны и активной фазы боевых действий в Украине. И, скорее всего, к этой дате будет приурочен принятие 15-го пакета. Хоть так, рисовала еще год ждать. К сожалению, да. Тут еще один момент. Да, к сожалению, так оно и есть. У меня буквально уточнение, почему именно Великобритания? Ходит ли этот теневой флот, скажем так, к берегам Великобритании? Важно ли это в принципе? И другой момент. Или теневой флот ограничен Черноморским бассейном через Босфор? Он не проходит? Как тут Турция пропускает ли его? Вот этот момент меня еще интересует. Проходит спокойно. И более того, турки сами с теневого флота берут нефть. Тут ситуация несколько другая. Почему Великобритания? Да. Действительно, Великобритания – это крупная морская держава. Если мы посмотрим наибольшее количество страховых компаний, которые обеспечивают страхование морских грузовых перевозок, находятся именно в Великобритании. Кстати, в Великобритании находится самая древняя и самая крупная страховая компания, которая обеспечивает страхование морских перевозок. Это известный Ллойд. Поэтому для британцев подобные вещи являются принципиальными. Они в этом отношении четко отслеживают все мировые процессы. И они как бы впереди планеты всей по поводу вот отслеживания именно этого вопроса. Поэтому, когда мы с вами говорим о Британии, это неудивительно. Они, как в действительности, первые в этом вопросе, который четко контролирует и отслеживает. Европа всегда, она немножечко, так сказать, опаздывает с одной стороны. С другой стороны, Европа принимает все решения консенсусные. Слава Богу, пока вот из тех комментариев, которые мы видим по поводу 15-го пакета, не предполагается, что он вызовет серьезные возражения у членов Европейского Союза. А хочу напомнить, 15-й пакет, да и любой пакет санкционной, принимается только стопроцентным консенсусом. Если какая-либо из стран выступает против, начинаются поиски компромиссов, которые устроят ее позицию. Ну вот мы с вами говорим о нефти, но опять же, санкционные ограничения на нефть введены только на танкерную нефть. Я хочу напомнить, что Европа продолжает покупать у России нефть, которая идет по трубопроводу. И этот трубопровод идет в том числе и территорией Украины. Небезызвестный трубопровод «Дружба», нефтепровод «Дружба». И на этом нефтепроводе «Дружба» сидят словацкие и венгерские нефтеперерабатывающие компании. Это группа МОЛ. Кстати, Словнафт является дочерним подразделением венгерской МОЛ. Поэтому в этой ситуации, еще раз, когда принимался 6-й, а потом 8-й пакет санкций, которые, собственно, определяли будущее российской нефти, санкционные ограничения были введены исключительно из позиции венгров только на танкерную нефть. Так что в этой ситуации, опять же, видите, когда мы говорим с вами о единстве Европы, нужно понимать, что каждый защищает свои собственные национальные интересы. Так вот, по поводу танкерной нефти, я думаю, что ни у кого никаких возражений не возникнет. Собственно, первые консультации по поводу 15-го пакета показали, что пока серьезных возражений нет. Поэтому есть надежда, что он будет принят без особых проволочек и достаточно быстро, в путом объеме, в котором предварительно обсуждалось. Да, будем надеяться, что Словакия не будет против, поскольку эта нефть идет в эту страну в том числе. Спасибо вам большое, Олег Владимирович, что нашли время. Для нас Олег Пензин, исполнительный, директор экономического дискуссионного клуба, был с нами на связи.